Если вы все еще не в тюрьме, не обольщайтесь, это не ваша заслуга, это наша недоработка. На этой неделе господин Бастрыкин в свойственной ему манере, опустив глаза и читая по листочку, жестко раскритиковал своих коллег за тревожно высокий показатель оправдательных приговоров. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Обнуление по-русски, стремление к нулю в России в последние годы стало не то чтобы трендом, но частично и обязанностью. Именно к этому числу Бастрыкин хочет привести количество оправдательных приговоров. С точки зрения главы Следственного комитета, тот уровень непризнанных виновными, а это менее 1% за прошлый год, неоправданно высок. Вы главное услышали? Оправданно менее 1% подозреваемых. И это много. На секундочку, в годы Большого террора количество оправдательных приговоров достигало 13%, а сейчас не дотягивает и до одного. И все равно много. В целях снижения полученной цифры Бастрыкин призвал своих подчиненных качественнее проводить следственные действия и не затягивать с расследованием. Все это, с его слов, приводит к вынесению оправдательных приговоров. А их, видимо, в России быть не должно. Или глава Следственного комитета имел в виду другое. Типа, хватит оставлять на свободе холопов, нам в статистику оправданных своих впихивать некуда. Или таким образом СК решил подмять под себя судей. Типа, оправдал? Тогда мы на тебя на самого дела-то и возбудим. Так может тогда вообще упраздним судебную систему? Столько денег сэкономим? Не, ну а че? Раз все равно стремимся только к обвинительным приговорам, так давайте сократим не только расходы, но и путь. СК возбудился и сразу на зону. Хотя нет, на зону только виновных. Если подозреваемый не виновен, то ему вполне можно впаять условку. Ну, чтобы в депутаты там всякие не подался или в оппозицию не записался. Я так понимаю, в нашей стране уже давным-давно наплевали на права человека. Если он попал в поле зрения правоохранителей, то он по определению виновен. А вопрос доказательной базы — это вопрос времени. И посмотрите новый фильм, Дудя. Уверена, вы не пожалеете. У нас вину человека устанавливает суд после проведенного следствия. Если мы пытки используем во время следствия, то тогда нужно просто осознать, что при помощи пыток любого человека, меня, вас, вот любого, к утру можно сделать педофилом, террористом. Но вернемся к реальности. Тиктокер, который во время январского митинга закидал снежками ФСБшную машину, получил два года и восемь месяцев в колонии общего режима. А за что? Порча имущества? Ну да, была. Материальный ущерб более 300 тысяч рублей взыскан. Я даже прекрасно понимаю, что действия этого юноши направлены на увеличение просмотров, а вовсе не на борьбу за свободу россиян. Но почти три года заброшенный кусок снега и два пинка по автомобилю? По-моему, это слишком. Особенно учитывая предпосылки, которые побудили народ выйти на январские митинги. Ну или вспомним хотя бы того же Хованского. Но насколько он опасен для общества? Неприятный такой для кого-то типок? Ну да, возможно. С явно мерзковатым поведением? Ну и с этим можно согласиться. Но держать его полгода в СИЗО за песенку? Мне кажется, это слишком. Вы там что расследуете? Открывал ли он рот? Так он сам во всем признался. Или вы решили устроить показательную порку в назидание другим глупым мальчикам? Так я вам скажу, что песня бесспорно отвратительная. Но наравне с Хованским преподайте урок и тем, кто избежал, избегает и будет избегать наказания за халатность, коррупцию и смертельное ДТП. Или это снова другое? А рука в очередной раз поднимется только на блогера. Это типа как у братьев ваших меньших, которые на прошлой неделе скрутили отца, оставив в опасности малолетнего ребенка, на позапрошлой 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. А на это отхватили сами от прибухнувших узбеков. Дело было вечером, в Выборге делать было нечего. И тогда четверо полицейских, среди которых и два майора, решили совершить контрольную закупку алкогольных напитков. Но что-то пошло не так, и та же покупка тех же напитков среди ночи понадобилась и шестерым узбекам. Когда люди в погонах объявили, что продолжения банкета не будет, неустановленные на тот момент лица начали сжимать кулаки. Результат – увечья на лице одного майора и пострадавший в затылок другого. Но СМИ сообщили о безусловной победе полицейских над выпившими мигрантами. Конфликт удалось потушить без применения табельного оружия. И все бы ничего, и можно было бы пожать отважным стражам порядка руку, если бы не одно «но». В сети ликования про государственных СМИ не оценили. Большинство прочитавших новость открыто высмеяли отвагу майоров. Типа, ну да, ну да, это вам не детей и стариков крутить. Тут попотеть пришлось. И вот это, друзья, по-настоящему страшно. Потому что теряется весь смысл понятия «страж порядка», когда его боится и недолюбливает собственное население, но абсолютно не уважает и дерзят приезжие. То есть в случае опасности мы в жопе дважды. Нас и упакуют, и от нападения не сберегут. Кстати, в моей личной жизни столкновение с полицейскими случалось несколько раз. И все это ни к чему хорошему не привело. Первый раз несколько лет назад три неизвестных бухих мужика пытались попасть в мою квартиру, считая, что это их жилье. Ну, дом перепутали, с кем не бывает. Сломали ручку, попытались вскрыть замок, и в итоге повредили и дверь, и мою нервную систему. И знаете, что мне тогда сказали полицейские? Что один из алкашей известный в городе предприниматель, и я все равно ничего не добьюсь. Ну, типа, успокойся, девочка, и сиди на попе ровно. Второй случай касался моего личного имущества. Я потеряла телефон, но по камерам видеонаблюдения нашла человека, который его поднял, место его проживания, и даже автомобиль, в котором включался телефон. Ну, вы, наверное, знаете о существовании программы, которая с точностью до метра показывает место включения телефона. Со всеми этими данными, включая карты активизации аппарата, я обратилась в полицию. И, о чудо, не наступило и в этот раз. Сначала мне два раза отказали в возбуждении уголовного дела, а на третий сказали, чтобы я вновь села в свою калошу и оттуда уже больше не высовывалась, потому что сбор информации о третьих лицах в нашей стране – уголовно наказуемое деяние. И да, вы, наверное, в курсе, что если вам угрожают расправы, то, как правило, полицейские на это не реагируют. Мне вот, например, однажды сказали, придете, когда вас убьют. И потом те же люди в погонах задают мне вопрос, типа, Юля, откуда столько жестокости и сарказма в твоих программах? Так оттуда! Вы сами своими поступками порождаете то поколение, с которым не можете потом справиться. Сначала ставите нас в безвыходное положение, а потом не знаете, как это расхлебывать. Так и в ситуации с Выборгом. Если майоры пострадали незаслуженно, то я искренне им сочувствую. Пусть выздоравливают, но если стычка имела чисто финансовый интерес, когда одни предлагали крышевание, а вторые, отказываясь, начали драку, то тут, как говорится, no comments. Кстати, друзья, вы в курсе, что на этой неделе Государственная Дума значительно так расширила полномочия полиции, предоставив им право вскрывать автомобили и проникать в жилые помещения, если полицейские считают, что там скрывается преступник? И все бы ничего, но кажется мне, что этот приемчик мы еще не раз увидим в новостных сводках с заголовком «Ошибочка вышла». Друзья, что вы думаете на этот счет? Пишите в комментариях, пообщаемся. Будущее не за горами. Такое будущее. Правительство России в рамках транспортной стратегии решило ограничить россиян в использовании личного транспорта. Это, по мнению чиновников, спасет экологию и дорожное покрытие от истирания. И такой вариант действий, согласно стратегии, является безальтернативным. Короче говоря, отныне, друзья, мы с вами должны пересесть либо в автобус, либо в машину к соседу. Мы с вами. Не они, а именно я и каждый из вас. И все это на фоне постоянно обновляющихся вирусных волн. Экология-то, конечно, здорово, но если вы посмотрите на качество и количество муниципального транспорта, то вы поймете, кто же тут настоящий источник зла. Большинство автобусов старые. А то, что они из себя выделяют, вообще не подается никакому сравнению с выбросами даже двух десятков среднестатистических машин. Пересадили бы нас тогда на порнокопытных сразу, что ли, или на транспорт какой механический. Пробка из лошадей и велосипедов – это точно прорыв в экологии. Ну а дальше что? Какой шаг следующий? У нас случайно раскол земли не ожидается, а то, может, пора сносить все высотки и всем подъездам переезжать в один частный дом к соседу. Причем не к тому, что в землянке, а к тому, что порадует нас аквадискотекой. Но шутки шутками, а я вам расскажу остальные планы транспортной стратегии. В частности, чиновники предлагают сделать пассажирские перевозки максимально прозрачными. Для этого 80% пассажиров будут обязаны предоставлять свои биометрические данные. Почему только 80%? Не уточняется. Но по аналогии с QR-кодами вспоминаем основное правило российских законов, где есть те, кто все равно ровнее. Видимо, военные и полицейские вновь окажутся привилегированным классом, от которых не будут требовать разглашения личных данных. Также к 1935 году власти планируют перевести 30% общественного транспорта в беспилотный режим. Ну да, ну да, неисправный пазик, да еще и с пустым местом между рулем и креслом, это на 100% так себе будущее. А если деньги девать некуда, то может вам показать направление. Вот это, например, здание пожарной части в Екатеринбурге, в городе-миллионнике. Посмотрите, как игриво справа выглядывает кусок грязной подушки и каких-то там тряпок. А посередине сверху пробита насквозь стена, заложена куском фанеры. Но самое интересное, что судя по обломкам стены на снегу, здание продолжает рушиться. Поэтому некто заботливо натянул там красные сигнальные ленты. Ах да, и судя по тому, что пожарные частенько выгоняют свои машины на улицу, моют их, проверяют исправность шлангов и оборудования, эта пожарная часть действующая. А мы про беспилотники. Ну и самое главное, в той же транспортной стратегии, помимо прочих, обсуждался и вопрос бесплатного общественного транспорта. Но одобрение инициатива так и не получила. Понятно, что там, где нет денег и пилить нечего, а значит и говорить не о чем. Ведь некоторые наши чиновники менее чем за 5 миллионов рублей даже лица телефона не отрывают. Это я сейчас о Тюменском фролове, который в недавнем прошлом занимал пост директора Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. А по совместительству было депутатом от партии «Единая Россия». Но после того, как ФСБ уличило чиновника в мошенничестве, с него тут же слетела и должность, и принадлежность партии. За неубранные автомобильные дороги, которые перекочевали в карман Фролова, мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. Вот теперь даже интересно, окажутся ли эти 10 лет реальными. Ведь Фролов не блогер хованский и не тиктокер со снежком в руке. А значит, и не так опасен. Но это не точно. Прогиб засчитан. Бывший мэр Архангельска предложил переименовать город и дать ему звучное и стабильное название «Путинград». Об этом он написал на своей странице в Инстаграм. И что самое интересное, предложение горожане поддержали. Так что, видимо, Путинграду быть. Вот только меня одно смущает. Почему Донскому пришла идея переименовать именно Архангельск? Город, на гербе которого красуется черт. Но мало того, что красуется, так еще и оказывается поверженным богатырем в красно-бело-синей расцветке. Совпадение или не думаю? Ну, как вы знаете, я не любитель всякой конспирологии. Но аналогию-то я вижу издалека. Надеюсь, наш городоначальник не решит последовать дурному примеру, который, как правило, заразителен и не назовет наш город Екапутинбург. И да, жильцы города Владимир, на вашем месте я бы сейчас вздрогнула. А вдруг не долг тот час, когда перемены настигнут и вас, город Владимир Владимирович? Это звучит гордо. Но, друзья, я не договорила. А знаете, что сподвигло Донского родить такую гениальную идею? А я вам скажу, город Грозный. Там же типа есть улица Путина, а у нас ни улицы, ни города, ни даже остановки общественного транспорта нет. При этом примечательна цитата автора. «Чечня активно развивается, много бюджетных денег потрачено на восстановление Грозного». Конец цитаты. Ну да, ну да, потому что развитие происходит на деньги, выделенные Путиным. Чечня, как вы это делаете? Научите. В нашей стране бартер «ты мне денег, а я твоим именем назову Луну» почему-то не работает. В нас президент не только не вваливает, но и старается максимально оградить от Наваленного. И я сейчас не про политика. Кстати, на просторах интернета нашла еще одну занимательную новость. Оказывается, несколько дней назад Кадыров запросил у России еще 100 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. В частности, он хочет потратить деньги на пять комплексных инвестиционных проектов. Если деньги все же выделят, то предлагаю назвать именем российского президента не только улицу в Грозном, но и тропинку и лесок, в поле каждый колосок, речку, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя под названием Чечня. Ну а у меня на этом все. Я благодарю вас за отлично проведенное утро. Увидимся уже совсем скоро, ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok